Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбабая, мы продолжаем проходить игру Man of Medan. Итак, у нас мы в прошлой серии. Флис с кем там, с этим, ну-ка подожди мне покажи, с Брэдом. Повстречались, потом что-то расстались, у Брэда полные были глюки. Теперь очередь Флис. Ага, началось, началось. Это все газики, это все газ. Что тут происходит? Не знаю, полный чертовщина, полная херня. Тут уже другая пуля. То же самое сейчас будет и у нее. Нет, у нее дверь открытая. Ох, твою ж дивизию! Б! Глюки, 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 глюки. Нет, 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 нет! Икс! Б! Нет, 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 нет! Это не Брэд, это не Брэд, это не может быть Брэдом. Это не может быть Брэд. Господи, что это? Флис, нижняя палуба. На военном корабле? Что-то я сомневаюсь, что это было на военном корабле. Это вообще полные галюнчики какие-то пошли. Еще в таком нетронутом состоянии. Да ну. Бред полнейший. Картина. Ну? Бум все смотреть, нет? Непонятно. Ладно, пойдем. Так, что-то было еще на столике здесь. Да вообще, все не так здесь. Здесь все не так и все не то. Масоны, что ли, опять? Во всеми надо масоны? Что за чертовщина? Посвященные должны собраться в тишине. Не более и не менее, чем пятеро чистых разумов и душой. Трое из них должны быть женщинами и двое мужчинами. Лица их должны быть скрыты капюшонами. Знаки. Знать, что для волхва и духовного благополучия паствы, прежде чем начнется фестиваль Акрама Хаммари, ритуал, именуемый Фрескей, дабы избавиться от демонов силами посвященных. Далее следует начертать пентаграмму, после чего каждый посвященный займет свое место в одной из вершин. Дева, принесенная морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сараса с мечами в руках со всем доступным им рвением. Мы стоим в пятером вдали, но столь близки, что можно коснуться рукой. Пентаграмма. Символ о пяти лучах, великом могуществом, повернувшись на девяносто градусов. Изобразить уникурсальный. Пентаграмма есть вера. Протяните меч вперед и низким повернитесь градусов. Изобразите мечом окувернальный знак, олицетворяющий почтением. Повернитесь к лицам к северу. Восторженным голосом вскрикните. Меч вперед и восторженным голосом вскрикните. Пентаграмма есть жертва. Страница 34. Посвященные должны сделать шаг к центру и замереть в позиции. Рам. Пронесите в унисон. Мы, если мы едины, и со есть Господь наш. О Сорос, жертвой сей мы просим тебя очистить ауры наши и изгнать демонов, что преследует нас. В честь твою мы проливаем жизнь человеческую, дабы доверия твоего. По завершении на пе пятерым должно собраться близ жер, обнажив мечи совместным усилием тела от крови нечистой. Череп, кинжал, кровь, дерево. Тело следует поместить в гроб из твердого дерева так, чтобы голова всегда была видна пастве, как напоминание о том, что зло способно заразить души людские, и лишь сила Сороса защищает нас. Засим ритуал будет завершен, и духи не, фестиваль можно. Полная херня. Так, там понятно проход. Что у нас здесь? Да ладно. Что тут происходит? Поближе подойди-то, ё-моё. Чё не так-то? Кровь. Кровь. Чё тут застрял, что ли? Пойдём сыграем на рояле. Пойдём сыграем на рояле. И всё? Ну ладно. Чё было? Чё ты меня пугаешь? Пошли на выход. Давай, Флис, соберись. Гроб. Погодь, а там чё, всё, что ли? А, картина. Кто-то в воде. Кого-то топит в воде. Так, это там был мужик, по-моему, да? Да. Как раз в ресторане, вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас, лицом к лицу. Что бы это значило бы ещё, понять бы. Ну блин, я тут ничего не могу сделать, только идти этому, к гробу. Ну пошли. Чё произошло? О, опять тут мужик. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не, не трогай. Это этот... Эээ... Очкарик это. Это очкарик, я тебе говорю. Это очкарик, и там как раз свалился. Не трожь, не трожь нож Не, 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 уходи Не хочу я ничего делать Нет, ничего не делай Это очкарик, блин, у вас глюки, у вас глюки Какую кнопку нажимать? Б Да не хочу я нажимать, блин, этот очкарик, я точно помню Там его ножом потом пырнули Игрик Хорош Фух Так, теперь это парочка Так, они сейчас все рухнут в воду А этот уже, да У нее откуда глюки такие? Там уже надышалось, блин Ну давай Плыть Тихо-тихо-тихо-тихо Там что-то было Че надо делать? А, разворачивать Кольцо А, разворачиваю? Че глаза форекс Стой! Стой! Скорей! Чё это было? Там ножек, блин! Что? Ты в порядке? Спасибо, чуть не утонула. Надо уходить, он всё ещё здесь, этот тип. Чё? Что за фигня? Ну уже! Бежим! Вот тут у меня даже вариантов нет. Чё выбирать, чё нажимать-то? Кто из них настоящий? Опа! Ну это, получается, это Толсон. Бежим! Джулия, нижняя палуба. 21 июня, 3 часа ночи. Чёрт! Он здесь! В чём дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Б! Х! Б! Х! Б! 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 Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй! Успел! Давай, закрывай, закрывай, закрывай. Это я, бежим. Боже, нам нужно укрыться. Все вместе собрались, все, молодцы. Фух. Так у нас нет этого. Крышки трамблера. Ну, вроде пока все живы. Фух. Передышка, передышка, передышка. Здесь безопасно? Думаю. Да, здесь мы будем в порядке. Ну вот я тебя уже два раза видел, блин. Ты там был? О, привет. Здорово. Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов. Не так ли? Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Крышку трамблера надо найти. Надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам. Дать подсказку. Так, уверенность не хочу спойлеров. Да мне любопытно, конечно. Пока выбираем этот вариант. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке и даже, может быть, к политике, понятно, менее потусторонние. Да это понятно, да газ какой-то. Вы, может, уже кое о чем догадались? Есть немного. Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Окей. Как скажешь. Как скажешь, но я так, в принципе, понял, что это все из-за газа. Не нанюхались все, блин, и видели не то, что на самом деле происходило. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло. В буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво. Ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия. Я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Так. Какое нафиг золото? Я долбанулась или это корабль-призрак? Ну, типа корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Так, уточнение. Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Так. Подозрение. Здесь сплошная чертовщина. Блесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Стремное место. Вот реально, все время волосы дыбом. Так, какая в жопу золото-то, ты чё? Что случилось с экипажем? Куда все делись? Это прям как будто бы склеп, а не корабль. Так откуда все эти трупы? Видимо, умереть от страха всё-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдём. Дюк не заведётся. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно её задействовать. Здорово, но ты уверен, что она ещё работает? Нужно как-то туда подняться. Не, они что-то там писали, что у них там радио не работает нифига. Аппаратура. Алекс, открытая палуба 21 июня. Это всё из-за газа. Они нанюхались этого газа, блин, и у них начались глюки. Был такой ужастик, я не помню, как он называется. То там связано было с грибами. Там тоже молодые люди. Они думали, что, типа, за ними какой-то маньяк охотится. И в итоге они просто тупо друг друга поубивали. Ну вот и всё. На самом деле это были грибы. Да в задействовав полный, но трамблёр-то нужно найти. Наверное, это бред, но может из этих орудий избили тот самолёт? Да, они не стреляли под этим же самолётом. То есть они уже надышались, и они в итоге сбивали самолёт, который к ним летел на помощь. То есть пять минут назад они убегали от этих дебилов, а теперь они спокойно идут обратно туда же к ним же. Класс. Пригодились бы, если б не дырки. Ну да, вся дырявая. А как бы ты всё равно бы спускал бы, она тяжёлая. Даже в четырём не смогли бы это сделать. Так, чё здесь? Тащат нас туда. Что-то есть? Нашли выход? Увы, нет, но я буду искать. Ну так ищи, чё стоишь. Записулька. Продолжение следует... Второе. Наденьте сумку противогаза, разместив её под левой рукой. Перекиньте на плечную лямку сумки над правым плечом и пристегните её к сумке. Застегните поясной ремень сумки на поясе. Третье. Снимите маску. Поднесите маску к лицу двумя руками. Сначала натяните маску на подбородок, а затем натяните её на лицо и натяните ремни на голову. Четвёртое. Удалите из-под маски газ, который мог попасть под неё. Закройте выпускной клапан и резко выдохните. Затем выдавите из-под маски оставшийся воздух руками, так чтобы маска плотно прилегала к лицу, не доставляя при этом неудобств. Пятое. Проверьте противогаз на герметичность, плотно зажав гофрированный шланг и вдохнув. Маска при этом должна сморщиться. Шестое. Если маска не сморщилась, возможно она надета неплотно. Поправьте маску так, чтобы она плотно прилегала к лицу. Затем снова вдохните, пережав шланг. Повторяйте эти действия до тех пор, пока маска не начнёт морщиться на вас при воздухе, чтобы убедиться в её герметичности. Похоже, здесь перевозили опасный груз. Ну да, газ какой-то перевозили. Седьмое. Отпустите шланг. Теперь можно дышать в обычном ритме. Наденьте головной убор при необходимости и закройте сумку противогаза. Восьмое. Вы можете снять маску только при явном указании и уточнении, что опасность поражения газом миновала. Чуть-чуть отодвиньте маску от лица и понюхайте воздух. Если вы почувствовали газ, отпустите край маски обратно, а затем повторно закройте выпускной клапан, резко выдохните и выдавите из-под маски оставшийся... Оставшийся... Подожди, не почитал. Оставшийся воздух. А, оставшийся газ руками. Девятое. Сняв маску, уберите её из шланг противогаза в противогазную сумку. Если сумка больше не требуется, её можно снять, расстегнув поясной ремень и наплечную лямку. Противогазы будут выдаваться только в случае утечки газа. Так они, походу, не смогли его учить, этот газ. Вот и всё. Соответственно, команду газа никто не мог и дать. Хотя чувак тут лежит в противогазе. Видать, он пытался. Но ему особо это не помогло. Эй, мне нужна помощь. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Я помогу. Куда ты пошла? Безрассудная вообще-то. Куда ты опёрлась? Так, давай смотреть. Прыгать сможешь? Нет, ну ладно. Тогда пошли наверх. Так, нам туда. Понятно. Здесь что? Здесь обрыв. Братишку забыл-то. Завидел с собой. Чё он там застрял-то? Так, погодь. Ты чё тут одна стоишь? Ха-ха-ха-ха. А? Ты чё тут одна стоишь вообще? Разбрелись за третий вид земель. Нет, будут друг с другом стоять рядышком. Сюда. Тут можно пройти. Ну? Успел. Успел. Нифига ты силач. Там целая балка мешалась ему. А он отодвинул. Красава. Так. Есть, во-первых, журнал. Давай почитаем. А, в последней записи сказано про шторм. До полудня сильное волнение. Волны до 7 метров. Докладов о повреждениях нет. После полудня погода продолжает ухудшаться. Прогноз тоже. Команда сохраняет присутствие духа. До полудня ветер штормовой усиливается. Погодные условия крайне необычные. ОМ выдержал несколько ударов молний. Сильных повреждений нет. Есть несколько пройтичек, но всё под контролем. Штурман сообщает, что глубину установить невозможно. А, всё? Ладно. Я думал полистать, но он не хочет. Так, там дверь. Ладно, с дверью потом разберёмся. Не хочешь идти сюда? Ладно. Всё, уже скелетики не интересуют. И там дверь. Серьёзно? Опа, картина. Подожди, подожди, подожди. Чёрная. Застрелился? Чувак застрелился? А есть, кстати, чёрная рамка. А есть здесь белая рамка. Ну-ка, подожди, 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 подожди. Картины. Вот чёрные рамки, они в итоге предостерегают, по-моему, да? Убийство. Убийство. Это тоже было убийство. А это её плохо получается, наверное, сердце. А здесь как раз белые какие-то, да? Это он спрятался. То есть, можно было, в принципе, наверное, его не вдавать. Когда он прятался. Так, тут он как раз орёт, что, типа, прекратите драться. И я правильно сделал, что так и сделал. И тут, да. Что, как бы, не стоило там драться. Понятно. Всё, Янюшка понял принцип. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа, прятки? Только в океане. Ну, типа-то. Типа, да. Видать, что-то секретно-то. Всё-таки на нём перевозили. Так, ладно. Я, наверное, пойду дёрнуть двери. Потому что, скорее всего, радио вон там. Да куда ж ты, ну? Да. Корабль снесло с курса. Была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Заметки. Главное управление ВМС США. 22 июня. Сильные штормы ушли с курса. Сообщается затопление в грузовом отсеке номер 2. Многочисленные удары молний. Дрейф на мелководье. Местоположение неизвестно. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. Начаты поиски члена экипажа, выпавшего за борт. Нифига себе. Поиски прекращены. Плотная облачность. Установить местоположение не удалось. Окей. Так, да. Пойду я дёрну, скорее всего, эти двери. И ту, и ту. Скорее всего, они обе закрыты. Но... Так. На всякий случай проверю. Да, отлично. Здесь закрыто. Ну куда же ты, ну? Ну иди. Чё встал? Да. Всё, все двери закрыты. Замечательно. Всё проверил, всё убедился. Давай тогда на сегодня закончим. А радио будем с вами искать уже в следующей серии. Так что на сегодня всё. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочки под видео. С вами был Забабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok